Дню Героев Отечества посвятили региональный чемпионат по самбо. Во время соревнований на ковер выходили сильнейшие ямальские борцы. Подробности у Анастасии Поповой. Доброе утро спортсмены, участники предстоящего турнира. Такого открытия регионального чемпионата по самбо на Ямале еще не было. Легенда спорта Федор Емельяненко не просто открывает турнир. Величайший спортсмен наблюдает за встречами борцов на ковре. Ребята, которые выступали и выступают сейчас, очень интересные. Я думаю, они будут в будущем, в большое будущее. Очень интересно смотреть, наблюдать за мыслью во время поединка, за теми движениями, которые они выполняют, те приемы, которые проводят. И видно, что уже у многих из них отточена техника. Самбисты шести ямальских городов борются за каждый дополнительный бал. Победу вырывают подсечками, бросками и болевыми приемами. Здесь каждый показывает, чему научился. Привносит свою лепту в копилку сборной. 12-летний Владислав Руссу из Ноябрьска занял второе место, но не расстроился. Юный самбист ставит перед собой немного другие цели. Научиться чему-то новому. Надо с каждой схватки. Даже если ты проиграешь, ты должен понять проигрыш. Это ты должен изучить проигрыш и потом вернуться и опять изменить. 10 весовых категорий. Одна абсолютная. Она же самая интересная и зрелищная. Денис Антонов из Муравленка завоевал здесь третье место. Но эта бронза для него оказалась дороже золота. Сложный очень. Конечно, мне за выход в полуфинал попался мастер международного класса. И по ветеранам борется. Очень трудный соперник. Очень сильный соперник. И весит больше у меня. Закрытие состязаний. Артисты Дома культуры Украины инсценировали события, произошедшие в школе города Беслан в 2004 году. После минуты молчания все почтили память сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга, освобождая заложников в Бесланской школе. Этот турнир приурочен ко Дню Героев Отечества и посвящен памяти сотрудников ФСБ, погибших при освобождении заложников в Беслане. Свои победы ямальские самбисты посвятили героям. Наши спортсмены завоевали 20 медалей разного достоинства и стали победителями. На втором месте команда Коголыма. Третье у надымчан. Не столько я доволен кубком, конечно, очень рад, очень доволен, сколько тем, что ребята, воспитанники Селиванова Валерия Николаевича, которые достались мне, показали, помимо того, что очень грамотную борьбу, но еще и очень техничную. Это очень радует, что уровень именно мастерства наших ребят растет. Теперь ямальские спортсмены готовятся к первенству Уральского федерального округа. Впереди новые победы и рекорды. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, Новости, Муравленко. Специальный репортаж о ходе регионального чемпионата по самбо и эксклюзивное интервью с Федором Емельяненко смотрите в нашем эфире во вторник, 12 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова